Без прошлого нет будущего. Каждое событие далеких лет накладывает отпечаток на жизнь современного общества. Это понимают брестские студенты, которым по статусу положено знать историю своего отечества. Круглый стол, организованный ко дню годовщины Октябрьской революции – доказательство того, что молодым людям есть что спросить у своих наставников, у тех людей, которые жили под девизами и лозунгами социализма. Каждый, кто пришел в этот день на встречу, смог обменяться своими знаниями истории, узнать что-то новое, представить научные доклады, посвященные важной теме. Сегодняшнее мероприятие – это круглый стол, посвященный 97-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Но и на сегодняшнем мероприятии будут разнообразные доклады озвучены, будет также дискуссия, связанная с этой датой и значимостью этого события. Там будут оговорены разные аспекты событий почти 100-летней давности, в частности геополитическое значение Великой Октябрьской революции, и ее влияние на технический прогресс, на значимость и роль техники в жизни людей, поскольку мы технический университет. Нам хочется, чтобы опыт Великой Октябрьской социалистической революции, чтобы историю образования нашего государства, союза советских, социалистических республик люди знали. Иначе незнание истории приведет в тупик любое общество. Поэтому будем сегодня вести разговор, будем обсуждать. Убедить школьника или студента в надобности изучения истории не всегда возможно. Главное в этом деле – желание самих ребят. Участие молодых людей в мероприятиях, посвященных памятным датам, таким как Великая Октябрьская революция, дает основания полагать, что эта тема волнует. Круглый стол, на котором на обсуждение было выдвинуто несколько вопросов, показал, что студенты технического вуза, несмотря на иную специализацию, все же интересуются прошлым своей страны, жизнью своих предков. И это не может не радовать. Если говорить о отношении наших студентов к историческому прошлому, то мне кажется, оно такое двоякое. Во-первых, ну конечно, в силу специфики наши студенты не имеют возможности глубоко знакомиться со всеми событиями прошлого нашей республики. Но тем не менее, у них очень высокий такой интерес, заинтересованность к историческому прошлому. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в костяке четырех клубов военно-исторической реконструкции нашего города представлены наши студенты. То есть, они их интересуются прошлым, они участвуют во многих мероприятиях. Мы этому способствуем, содействуем, чтобы они не только на занятиях, но и во внеучебное время могли что-то дополнительно узнать. О таком важном событии, как Великая Октябрьская революция, рассуждать можно по-разному. Как бы там ни было, неоспорим тот факт, что изменения, которые произошли в 1917-м, сильно повлияли на развитие нашей страны, способствовали формированию государственности, привели к созданию Белорусской Советской Социалистической Республики, предшественницы суверенной Беларуси. Радует тот факт, что сегодня молодые люди, которые только делают первые шаги во взрослую жизнь, хорошо знают свои корни, интересуются историей, изучают ее, понимая, что все, что некогда случилось, это было, от этого никуда не денешься, какую бы оценку ни давали им нынешние политики и историки. Я считаю, что изучать историю, интересоваться историей всегда полезно, независимо от того, с какой точки зрения то или иное событие может оцениваться. Познавая события прошлых лет, десятилетий, столетий, можно с большей степенью какой-то серьезной аналитики судить о том, что происходит сейчас в нашей стране и за рубежом. Как сказал очень давно великолепный Сервантес, история сокровищница наших деяний, свидетельство прошлого, пример и получение для настоящего, предостережение для будущего. А то, что люди не учатся на ошибках истории, самый главный урок истории.